Знаменская церковь 4 марта этот старинный храм относится к Знаменскому женскому монастырю. Торжественное открытие обители состоялось уже в апреле с участием монашествующих Симбирской епархии. Митрополит Симбирский Новоспаский Лонгин совершил божественную литургию. За богослужением он возвел в сан игуменью монахиню Клеопатру Ефремову, назначенную на должность настоятельницы Знаменского женского монастыря села Ляховка. По окончании литургии владыка вручил настоятельнице игуменский посох и рассказал о смысле чина поставления и символическом значении посоха. Отныне игуменя должна каждый день, ежечасно умирать ради сестер. Должна быть самой первой на всех послушаниях. Должна во всем подавать пример. А жезл, который держите вы сейчас в руках, матушка, это не символ власти, это не символ вот такого вот хозяйничания и властительства. Это жезл, которым не овец пасут, а волков отгоняют. По окончании службы игумене Клеопатра Ефремова рассказала, как складывалась монашеская община. Изначально владыка Прохов благословил нашего духовного отца, который был здесь настоятелем. Он благословил оставлять при себе людей, которые желают монашеской жизни, потому что Батюшка сам очень ревновал о монашестве и имел в сердце желание посвятить себя Богу монашескому чине. И вот к нему волей Божией стали стекаться люди, имеющие это желание. По словам матушки, первый постриг совершил в 2011 году архимандрит Адриан Шитов, известный как последний хранитель почитаемой Казанской жадовской иконы Божией Матери. Духовником обители является иеромонах Варсонофий Беспалов. Он окормляет этот приход с 2002 года. При нем скопилась сестринская монашеская община. По словам отца Варсонофия, община образовалась сама собой, никаких усилий он не прилагал. И все, что произошло, это был праздник для меня большой, праздник и для сестер, потому что они обрели тоже свое юридическое положение и духовное положение. Я надеюсь, что здесь будет достойное почитание обители. Я думаю, что здесь не остановится молитва, потому что мы молимся уже много лет. Всегда ночные молитвы у нас совершаются, у нас ночные послужения. В настоящий момент монашеская община в Ляховке состоит из 12 сестер. Одной из химонахини, семи мантийных монахинь, двух инокинь и двух послушниц. Ирина Антонова, Уллправда ТВ. Здравствуйте. К нам поступил следующий вопрос. Вокруг много реально ненормальных, психически нездоровых людей. Меня они пугают. Как реагировать? Как к ним относиться? Они одержимые? С самого опять момента Господь исцелял очень много бесноватых. Мы это с вами слышим и читаем по евангельскому благовествованию. Очень много было исцеленных. Даже были исцеленные такие люди, которым были одержимы десятками сотнями демонами, которые терзали душу человека, его тело. Таким примером был один из людей в Гадаринской стране, который был одержим, как потом мы в Евангелии с вами прочитаем, имя демона было Легион. То есть это был не один. Это было тысячи этих демонов, которые терзали его душу. И он жил, как написано по евангельскому благовествованию, он пребывал не в селении, а, как написано, в ограбах. То есть они жили возле склепов или на кладбище, потому что они считались уже изгоями, эти люди, так как представляли опасность для простых горожан. И Господь исцеляет этого бедного человека, который был одержимым. И множество твоих таких примеров еще. Но в современном обществе, в современном времени, 21 века, мы с вами должны понимать, что есть психологические заболевания и есть заболевания духовные. Психологические заболевания в большинстве своем могут проявляться либо по генетике, либо приобретено, это может быть какой-то стресс, или наоборот, от уныния человек может впасть в какую-то депрессию, и психологически он может попасть под это психологическое заболевание. Они практически очень тяжело отчасти отличить вначале бесноватого одержимого человека от психически нездорового человека. Но все-таки некоторые отличия могут быть. Такие, как, например, если бесноватые в большинстве своем, но в особых случаях, конечно же, есть, когда может на святую не реагировать бесноватые, но в большинстве своем бесноватые, они, когда даже если пребывают в храме, они себя ведут совсем по-другому. У них может быть грубый голос, он может быть неестественен для человека, касается женской голоса или мужской голоса, но если он не похож на другие, он может быть очень таким грубым, глубоким. Вот, на святыне, то есть может повлиять это, если при окроплении святой водой, одержимый может не выдержать этого. Или же, когда возле святой чаши, когда там святые дары. Или же, когда пребывает в храме, есть, например, какой-то чудотворный образ, то не все одержимые могут быть рядом с этим образом. Но есть, к сожалению, исключение, когда особо глубокая есть одержимость, когда люди в большинстве своем даже могут причащаться к телу крови Христовой, но будучи сами пребывать в таком тяжелом состоянии. Опять-таки же, одержимость – это не означает, что Богом забытый или брошенный человек. Этот человек показывает и доказывает нам, с вами, дорогие братья и сестры, что мы должны не забывать, что есть и тот мир, где пребывают ангелы, и где пребывает сам Господь пребывает, и есть также ад, где пребывают демоны, где пребывают бесы, которые также терзают души. Но только по повелению, по воле Господней может произойти такое испытание для человека или его семьи. И в конечном итоге, если человек становится сугубо верующим, глубоко понимающим свои последствия и понимающий свою духовную болезнь, одержимость, он сможет побороть ее с Божьей помощью. Есть отчитки, так называемые, которые производятся только по благословению святейшего патриарха, если и на то есть именно тот человек, который был готов к этому. Потому что не каждый священнослужитель будет допущен, так как бесы, они очень мстительны. И поэтому, когда происходят вот такие отчитки, то люди, которые там пребывают, они пребывают, во-первых, безмолвие, потому что это очень, на самом деле, страшно видеть. Многие священники, которые, когда учился я в семинаре, многие священники рассказывали подобные случаи, когда они присутствовали на такой отчитке, что с человеком происходило. И после этого человек исцелялся. Но все пребывали в молчании. Вот один из примеров того, что на самом деле может быть степенью одержимости человека. Но психологически больной человек – это тот человек, который в большинстве своем может просто не реагировать ни на что. У него, он живет в своем внутреннем так называемом мире. Конечно, в некоторых случаях есть то, что, может, он и отчасти что-то изображает. Но в некоторых случаях, даже в большинстве, эти люди, они очень непредсказуемы. Но более, как вы знаете, уже люди, которые очень буйные, их содержат в специальных медицинских учреждениях. А которые более спокойны, которые могут митигаментозно себя сдерживать, и они проходят курсы лечения, то они спокойно себя чувствуют. Они могут общаться. А если и что-то происходит, то они так-то в большинстве своем безобидные. Просто постараться с этим человеком, но не общаться. По возможности пересекаются дороги. Можно как-то обойти его и не предавать огласки, и не заострять на этом большого внимания. А лучше помолиться о таких душевнобольных людях, которые, к сожалению, может, они не хотели такого себе, такой участи, но, увы, к сожалению, к ним эта участь пришла. И за таких людей нужно очень много молиться и вымоливать, чтобы Господь смилосердивался над ними, помиловал, помог им и нам помог, чтобы мы с вами смогли не бояться таких людей, а молиться за них. И, конечно же, по милости Божией, не сталкиваться с ними, если будет такая возможность. И поэтому реагировать нужно тоже спокойно, без паники, без суеты. С возможностью, если вы внутрь не сможете произнести какую-нибудь молитву, просто отойти от этого человека. Во всех практически случаях они никого не трогают как таковое. Просто если обойти, то он идет своей дорогой. А мы, дорогие братья, все, идем своей дорогой. Но молясь за этого человека и молясь за себя, потому что все мы – образ и подобие Божие. Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня в редакцию нам поступили вопросы, на которые мы хотели ответить. Не раз слышал от своих знакомых упрек в сторону родителей, что их крестили, не спросив их, может, действительно не надо крестить детей в младенчестве? Пусть вырастут и сами решат, где принять крещение. Ну, если подходить именно с этой стороны, что детей нужно обо всем спрашивать, само младенчество, ожидая их разумности и осознанности, то мы можем здесь, конечно, подпасть в великий соблазн. Мы можем, во-первых, дождаться возраста, когда будем спрашивать, во что их одевать, чем кормить, чем питать и чем лечить. Но мы понимаем, что как ребенок получает лечение, образование, во-первых, по наставлению родителей, по их, может быть, где-то даже вере, в их будущее и так далее, то и здесь крещение маленький человек принимает исключительно по вере родителей, по вере крестных, то есть людей, которые призваны помогать во всем родителям плотским. И поэтому, естественно, мы не ручаемся за то, каким вырастет этот младенец в будущем. Будет ли он верующим, будет ли он христианином. Но, по крайней мере, тот дар, который, кстати, с первых веков христианства в виде крещения предавался и младенцам, а младенцев крестили сами апостолы, потому что мы из апостольских деяний знаем, что если апостолы крестили взрослых, то они крестили весь дом – и слуг, и рабов, и детей, и младенцев в том числе. Поэтому младенцы не могут быть лишены этого дара. Это как привитие к великой ветви Христу. Маленькая веточка, маленький человечек прививается через крещение Господу. И когда мы вспоминаем о слове «крещение», в корне этого слова лежит слово «крест». То есть младенцу прививается вот эта жертвенность, жертвенная любовь. И через эту жертвенную любовь, надеемся, и каждый христианин послужит Господу. Как Господь говорит, «Кто любит Меня, пусть отвержится себя, возьмет крест свой, вслед Меня идет». Вот это таинство крещения – это взятие на себя, креста Господня. Конечно, без объяснения родителями младенец не будет сам по себе уяснять, что такое крещение, для чего оно нужно. И, наверное, только тот выросший ребенок, этот упрек, скажет родителям, что «зачем Вы меня крестили?» Если не получал хотя бы начального, маленького образования домашнего. «Для чего Меня крестили? Зачем?» Ведь часто крещение принимает, к сожалению, даже и меркантильных интересов, чтобы человечек маленький был здоров, чтобы присутствовало в его жизни эфемерное счастье, успех и так далее. Но все это не так, все это лживые и неправильные цели, которые ставят родители при крещении детей. Единственная цель крещения – это приобщить ребенка к Христу, к христианству, приобщить ребенка к Господу, чтобы на ребенка снизошла благодать Божия. Но как любая благодать растрачивается и истощается, если ее не поддерживать, как не подливать масло в лампаду, так и тот же самый младенец, если не поддерживать в нем веру, не укреплять эту веру, да и взрослые тоже этим страдают. Часто у нас вера, она моментами ослабевает, а моментами укрепляется. То же самое касательно и детей. Мы должны со своей стороны постараться вложить в них все возможное, рассказать о Христе, о Евангелии, о евангельских событиях. И в этом смысле, конечно, выросший младенец не задаст вопрос, почему меня крестили в детстве. Но крещение – это дверь в собрание церковное. Без крещения невозможно за человека молиться, то уж если исходя из практических побуждений, то как ты за некрещенного будешь молиться? А с другой стороны, конечно, крещение – это баня так называемой паки бытия, то есть вновь рождение. Человек рождается дважды в этой жизни, христианин по-плоскому рождается от родителей, и по-духовному – это от Господа, через таинство крещения. И если правильно родители будут подходить к этому вопросу с рассуждением, подбирать крестных и сами, не просто как к формальному обряду, то действительно это принесет в свое время нужные плоды.